Министерством труда и социального развития Республики Сахай-Якутин на базе подвижностных учреждений продолжается реабилитация участников специальной военной операции и членов их семей в рамках программ комплексной реабилитации социализации, ресоциализации, социально обслуживания и психологической помощи. Так, начиная со второго полугодия 2022 года прошли комплексную реабилитацию 79 участников специальной военной операции, а также 73 взрослых и 42 ребенка из числа членов семьи участников специальной военной операции. На базе Республиканского социально-здоровительного центра комплексной реабилитации инвалидов в рамках дальнейшего социального сопровождения предлагаются мероприятия по обучению, переобучению, заключению социального контракта для открытия своего дела. Участникам специальной военной операции при обращении в службы занятости предлагается прохождение профессионального консультации с дальнейшим направлением на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование на обновление или получение новых компетенций с целью дальнейшего трудоустройства. Проводится информирование и консультация по юридическим вопросам, выплатам федерального регионального характера, введены курсы гидрокинезотерапии на базе Республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта, курсы ипотерапии. В рамках соглашения о взаимодействии с окружной центром народного творчества городского округа город Якутс, Республика Саха-Якутия, Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов, организовано проведение обряда Алгыс для участников специальной военной операции и членов их семей. Алгыс проводит в центре духовной культуры дома Арче. Якутский обряд Алгыс у народа Саха-Издревле проводится в целях очищения от негативной энергии, благословения и поклонения духам, земли и огня. Участникам СВО и членам их семей Алгыс помогает в обретении внутренней гармонии, спокойствия и укрепления духа. Напоминаем, что участники специальной военной операции и члены их семей для прохождения курса реабилитации могут обратиться в Управление социальной защиты по месту проживания. Продолжение следует...